Курс обучения игре на клавишном синтезаторе. Уровень 1. Основы музыкальной грамоты. Урок 7. Аккорды и тональности. Понятие лад. Что такое аккорд, тональность и гамма? Здравствуйте, мои дорогие слушатели, подписчики и случайные зрители моего канала. Сегодня у нас с вами весьма важный урок. Это не значит, что все предыдущие не были важными. Просто в этом я раскрою несколько базовых понятий музыкальной грамоты, которыми мы будем с вами оперировать, пользоваться в дальнейшем постоянно. Поэтому запомните их, а лучше запишите. Надеюсь, вы уже обзавелись нотными тетрадями. Те, кто это сделал, молодцы. А кто еще не сделал, самое время прогуляться до ближайшего канцелярского магазина. Но не сейчас, после урока. В любом случае, запишите то, что сегодня услышите. Если же вы открыли этот урок случайно, и у вас появилось желание освоить как минимум нотную грамоту, то рекомендую вам, прежде чем приступать к просмотру этого урока, посмотреть шесть предыдущих, включая вступительный, поскольку в них также содержится весьма важная и интересная информация. Ну, а с теми, кто готов к просмотру данного урока, продолжим. Первым в нашем списке наиважнейших музыкальных терминов значится слово аккорд. И вот определение. Аккордом, записывайте. Аккордом называется одновременное звучание трех и более звуков. Вот это все аккорды. И сейчас я покажу вам, как строится самый простой аккорд от ноты до. Вот первая ступень. Вторая отстоит от первой на большую терцию. Это будет ми. А третья от второй на малую терцию. Это соль. И, соответственно, интервал между крайними ступенями этого звукоряда, этого аккорда, большая квинта. Вот как выглядит этот аккорд в нотной записи. Ну, а как он звучит, я вам уже сыграл и сыграю, с удовольствием сыграю еще раз. И вот теперь настал момент ввести два базовых понятия музыкальной грамоты. Тональность и лад. Тональность это высотное положение лада. В свою очередь лад это система звуков, объединенная устойчивым тоном, то есть тональностью. Таким образом, тональность и лад взаимозависимые понятия. У каждого аккорда свое название. Оно совпадает с названием тональности, в которой он построен. Название любого аккорда состоит из двух слов. Первое слово в нем это тон, от которого он построен. А второе название лада. Так вот, первый аккорд, который мы с вами сейчас построили, называется до-мажор. До-мажор. Ступени в музыкальном звукоряде двенадцать. А ладов всего два. Мажорный и минорный. Мажорный я, собственно, уже разобрал. Он состоит из двух интервалов. Большой терции и малой. Второй лад называется минор. И его основной аккорд также состоит из двух интервалов, только наоборот. Сначала идет малая терция, потом большая. И если построить минорный аккорд от ноты ля, первой октавы, то он будет выглядеть так. Первая ступень, то есть тоненькая, понятное дело, ля. Вторая до, третья ми. И этот аккорд будет называться ля минор. Почему я взял для примера именно этот аккорд, я объясню чуть позже. А сейчас дам вам последнее на сегодня определение. Что такое гамма? Так вот, гаммой называются звуки лада, сыгранные по порядку высоты. То есть гамма это упражнение. И вот как звучит гамма до мажор. Сыгранное снизу вверх, а теперь сверху вниз. И теперь я объясню вам, почему взял для примера минорного лада именно аккорд ля минор. Все очень просто. Дело в том, что система тональностей устроена так, что у каждого мажора, главной, старшей тональности, есть свой собственный минор. Как говорят музыканты, родственные. И для до мажора таким родственным минором как раз и будет ля минор. И в завершении этого урока я хотел бы сказать следующее. Построить мажорный и минорный аккорд или мажорный и минорный лад можно от любой ступени звука ряда. Любой из двенадцати. То есть в гармонической системе существует двенадцать мажорных и двенадцать минорных тональностей. А в качестве примера я построю мажорное трезвучие от ноты соль. На сей раз сразу же покажу вам, как он выглядит в нотах. И уже по этой нотной записи построю аккорд на клавиатуре. Первая ступень у этого тонического трезвучия соль. Вторая си. А третья ре. Остальные аккорды образованы от других ступеней звукоряда. Я сейчас в рамках этого урока не показывать, не играть не буду, дабы не перегружать вас информацией. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать в рамках этого урока. Если он вам понравился, то ставьте лайки, пишите комментарии. Но если вы что-то заметили, что я, может быть, на ваш взгляд упустил, или вам пришло в голову какое-то, какая-то не то, вы заметили какую-то неточность в моем сегодняшнем рассказе, то напишите в комментариях, что понравилось и тем более, что не понравилось. Потому что, как я уже неоднократно говорил, конструктивная критика помогает нам делать нашу работу лучше. Ну а если вы захотите поддержать автора канала материально, то буду вам за это чрезвычайно признателен. Приемлемой будет любая сумма. А как это сделать, детали вы найдете в описании к этому уроку. На этом наш сегодняшний урок завершен. Благодарю за внимание. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok